Родительский контроль начал действовать с нового учебного года. Это значит, что мама или папа могут прийти в школу, зайти в столовую и оценить, из чего и как здесь готовят разнообразные и вкусные ли школьные блюда. Нередко бывает так, что школьники жалуются родителям, мол, в столовой кормят невкусно. Но теперь родитель может вынести свой вердикт меню. Порой это ведет к тому, что карманные деньги детей больше не тратятся на запрещенку. Все, что мы даем, это абсолютно сбалансировано, это правильно для питания детей, для того, чтобы у них был хороший иммунитет и просто они были здоровы. Пытаемся объяснить, есть ли какое-то видоизменение блюда, да, мы делаем, да, мы идем на это, мы смотрим. Как вот буквально сегодня заменена была запеканка, мы разработали запеканку шоколадную творожную, ну, детям не понравилось, поэтому мы заменили вновь на творожную и добавили вот уже вишневый топик. Плюсы, конечно, плюсы есть, чтобы контролировать питание детей, потому что многие дети говорят невкусно там, невкусно кормят, мы решили попробовать, вкусно ли ли кормят наших детей. Ну, нам понравилось. Что пробовали? Ну, мы пробовали, мы были в другой день, пробовали пшеную кашу, им в этот день давали пшеную кашу, блинчик с повидлом и плюс еще йогурт. Ну, и чай или компот давали, было очень вкусно. К слову, попасть в родительский контроль и оценить школьное меню может любой желающий. Любой родитель, в принципе, может быть не только представитель родительского контроля, но и тот, который имеет вопросы к организации проведения питания, к вкусовым качествам пищи. В информационном блоке на первом этаже висит журнал заявок посещения родителями столовой. Они могут записываться туда и по согласованию, соответственно, посещать столовую. Кроме родительского контроля за качеством школьного питания, пристально бдит и бракиражная комиссия. Она есть в каждой школе, и в ее состав входит три человека. Два – представителя администрации школы и сотрудник комбината школьного питания. Они ежедневно пробуют блюда на вкус и могут делать замечания, которые учтут и недочеты в работе исправят. Одним словом, школьное питание всегда под контролем и на страже детского здоровья. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.